Мы вместе жители города собирают посылки для участников специальной военной операции. Уроки добра юных муравленковцев учат быть доброжелательными к животным. Мечтал играть в футбол, а стал нефтяником. История успеха Романа Сандакова. В Муравленко продолжается акция «Мы вместе». Жители города собирают посылки для участников специальной военной операции. Активное участие в сборе гумпомощи принимают организации города, индивидуальные предприниматели и неравнодушные муравленковцы. Так коллектив третьей школы собрал и доставил в штаб акции «Мы вместе», который расположен по адресу улица Губкина, 32, более 10 коробок гуманитарной помощи. Учащиеся школы написали письма тем, кто сегодня находится в зоне проведения СВО. «Мы заказывали носки, футболки, перчатки, балаклавы. Там же также есть и станки для бритья, и тушёнка. Мы стараемся, конечно, помогать. Мы не могли остаться безучастными в этом событии. И вот решили нашим ребятам всем помочь. Даже если не нашим достанется, то обязательно это во благо пойдёт». На сегодняшний день муравленковцы собрали около 200 килограммов гуманитарной помощи. Акция «Мы вместе» продолжается. Принять участие в ней может любой желающий. Быть доброжелательнее к животным юных муравленковцев учат на уроках добра. Первые занятия прошли на базе многофункционального клуба молодёжных инициатив в рамках проекта «У дружбы нет родословной». Те, кому от 7 лет и старше, внимают каждому слову ведущей и автора проекта «У дружбы нет родословной». Оксана Машкарёва – зооволонтёр, постоянный помощник приюта для животных «Умка». На личном примере она рассказывает, как можно помогать братьям нашим меньшим даже с самого раннего возраста. Дети отвлекаются на данную тематику. Мы с ними разговариваем. Очень много детей и волонтёров предлагают свою помощь даже в написании статей в социальных сетях о животных. Конечно, 2-3 предложения – это огромнейшая помощь со стороны детей. Тем более дети – это наше будущее. И какое оно будет завтра, мы должны позаботиться об этом сегодня. Ребята с удовольствием включаются в диалог, смотрят тематические ролики, отвечают на вопросы и рассуждают о важности темы любви и доброжелательности к животным. Животных надо любить и обращаться с ними так, чтобы обращались с вами. Животные – это как мы. Что не надо делать животным плохо, то зло вернётся. Уроки добра проходят при поддержке Фонда президентских грантов. Проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса. В нём не только теоретические знания для младших школьников. Доброте учат лицеистов и студентов колледжа. Я сюда пришла, так как являюсь волонтёром в приюте для животных, пришла поддержать Оксану, привела своих одногруппниц, своего куратора. Такие мероприятия очень важны, особенно для деток младшего возраста, чтобы им с детства прививать какие-то качества хорошие, чтобы они понимали, насколько важно относиться с уважением к братьям нашим меньшим, если так можно сказать. На практике ребят знакомят с теми, кто подобрал животных на улице или взял в приюте. Выходил, подарил им тепло, настоящий дом и свою любовь. Первой, кто поделился своей историей, стала Алла Соснова. На необычный урок она пришла вместе со своим питомцем, котом Стёпой. Взяли, нам сказали, что он слепой, что он очень агрессивный, у него не уживаются судьи, у него не уживаются животные руки. Но, как Верочка показала, всё не так. За них просто надо ухаживать. Его тоже надо любить. Впереди участников проекта ждут новые уроки добра, выставки в приюте для животных «Умка», выездные выставки пушистиков и даже соревнования с хвостатыми. А ещё в рамках проекта снимут документальный фильм и выпустят методическое пособие с одноимённым названием «У дружбы нет родословной». В Муравленко подвели итоги конкурса по охране труда среди молодёжи. Заслуженные награды победителям вручили в администрации города. В этом году участие в творческом состязании приняли 27 человек в возрасте от 14 до 35 лет. В номинации «Лучший рисунок по охране труда» победителем признана Александра Игнатьева. Елена Световидова заняла второе место. Третье у Анны Хуснудиновой. За творческий подход и оригинальное исполнение рисунка дипломом награждена Мария Кузык. В номинации «Лучшее авторское стихотворение». Первое место у Любови Туйгуновой. Второе место у Вадима Орлова. Замыкает тройку призёров Ганна Волощук. Также в городе подвели итоги конкурса на лучшую организацию информирования работников по вопросам ВИЧ-инфекции. В текущем году в нём поучаствовали 8 учреждений. Лучших выявили в двух номинациях. Первое место у школы номер 3 и детского сада «Дельфин». Второе. У клуба молодёжных инициатив у «Снежинки» замыкает тройку победителей детский сад «Непоседы». Непоседы. Ещё раз хочется бы всё услышать и сказать вам спасибо за вашу активную жизненную позицию, за ваше неравнодушие к тому труду, который происходит вокруг вас. Это охрана труда прежде всего, ну и, конечно же, профилактика ВИЧ. Очень страшно оказалось бы, что это нас не касается, это где-то далеко, на самом деле это всё очень близко. Информирование – это очень главный такой посыл, который мы должны отправлять в наше общество. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки Роман Сандаков в нефтяной отрасли работает недавно. Однако это не помешало ему стать победителем общекорпоративного конкурса профессионального мастерства компании «Газпромнефть». За три года работы на объектах Муравленковского и Сугмутского месторождений молодой сотрудник «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» получил хороший опыт. За первое место награждается Сандаков Роман Анатольевич «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаз». 15-й по счёту конкурс профмастерства состоялся этим летом в ноябрьске. Его участниками стали более 400 профессионалов из дочерних обществ и совместных предприятий блока разведки и добычи компании «Газпромнефть». Роман занял первое место в своей номинации. Я, наверное, с начала профессиональной деятельности в нашей компании хотел поучаствовать в конкурсе. Несколько лет набирался опыта, общался с более опытными коллегами, которые объясняли мне многие вещи. В этом году решил поучаствовать. Очень сильно, очень ответственно готовился. То есть колоссальное количество энергии, сил вложил в это дело. Компания чтит своих победителей, скажем так. Компания, как говорится, готова развивать свои хорошие кадры. То есть всегда готова идти на встречу молодым. Роман Анатольевич является у нас молодым сотрудником. Поэтому перспективы у данного сотрудника, я думаю, будут. Сегодня молодой нефтяник обслуживает дожимную насосную станцию Романовского месторождения. На этом производственном объекте происходит первичное обезвоживание нефтегазоводяной эмульсии. Ожидается у нас увеличение поступления по входной жидкости, увеличение давления по входной жидкости. Поэтому прошу уделить особое внимание ведению технологического режима. Цех подготовки и перекачки нефти номер 4, где трудится Роман Сандаков в «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» считается самым большим. Более 200 человек обслуживают 15 дожимных насосных станций восьми месторождений. А также центральный пункт сбора нефти на Сутарминском месторождении. Спортивный характер, целеустремленность и огромное желание стать лучшим – это секреты успеха молодого нефтяника. С 7-летнего возраста Роман занимается спортом. Когда-то всерьез мечтал играть в большой футбол, но стал нефтяником и ни разу не пожалел. Я настолько верил, что в 20 лет я буду играть в мадридском реале, будто это было я в действительности. Но со временем планы поменялись, немножечко более реально уже на жизнь начал смотреть. И понял, что я вижу себя в нефтяной отрасли, в нефтяной промышленности. И когда поступил в колледж, я поступил на разработку и эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений, выбрал свой профиль. И уже с этого момента я понимал, что буду работать в нашей компании, в компании «Газпромнефть» – «Ноябрьский нефтегаз». Стремился к этому, обучался и оказался там, где я и хотел. Роман не останавливается на достигнутом. Сегодня он студент 5-го курса геологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета. Изучает геологию и геохимию горючих ископаемых. В планах магистратура и, конечно же, профессиональный рост. Я вижу себя именно здесь, на севере, и в компании «Газпромнефть», «Ноябрьский нефтегаз». Потому что эта компания, она дает условия, хорошие условия для развития, для повышения своих профессиональных качеств. И не только в профессиональной деятельности, а также в спорте и в других сторонах жизни, можно сказать так. Анастасия Попова, Юлия Сидорюк, Виталий Сидняев. Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте www.muravlenko24.ru и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok